Совсем недавно, меньше двух недель назад, Ростовский музыкальный театр отыграл масштабнейшую премьеру оперы Чайковского Евгения Онегин. И уже готов представить следующую. На этот раз для самых маленьких зрителей. 1 и 2 ноября наши артисты впервые исполнят новый спектакль на камерной сцене. Музыкальную сказку Виктора Лебедева «Волшебник изумрудного города». Кто не знает эту замечательную историю о приключениях Элли из Канзаса и ее путешествия в удивительную страну Оз по дороге, выложенной из желтого кирпича, о дружбе с добрыми и верными Львом Страшилой и Дровосеком, о том, как настоящие герои победили злую волшебницу и приобрели такие качества, как мудрость, отвага и храбрость. В дни школьных каникул в первых числах ноября на камерной сцене Ростовского музыкального театра добрая и поучительная сказка оживет под волшебные звуки музыки. Дирижер театра Михаил Побузин три года работает над самыми яркими спектаклями. Последние работы «Стойкий оловянный солдатик» и грандиозная постановка «Белоснежка и семь гномов». Это спектакль известного санкт-петербургского композитора Виктора Лебедева, который известен многим по музыке кинофильмов, таким как «Гардемарины вперед» и много-много-много других историй. Музыка у него, спектакль на самом деле 67-го года, когда композитор был еще только в рассете своих творческих сил, ставился во многих театрах, в том числе в Михайловском театре Санкт-Петербурга, где с ним впервые познакомился и про Дирижерову. На ростовской сцене сделан некая редакция, исходя из того, что он ставится на камерной сцене. Тем не менее, я считаю, что у нас должен получиться интересный и яркий спектакль для юного зрителя. Артистка Мария Баннова в музыкальном четвертый сезон признается, дети – самая благодарная и самая любимая публика. Малыши всегда искренне реагируют на происходящее на сцене, а потому и на актеров возлагается огромная ответственность не соврать. Идет обмен энергетикой. Мне кажется, что дети, если им нравится, то они просто сидят с такими огромными глазами и не могут оторваться. И не время притекают абсолютно незаметно. Исполнительница роли Гингемы, заслуженная артистка России Марина Красильникова в детстве много раз перечитывала любимое произведение. Теперь, играя злую колдунью, с удовольствием экспериментирует над новым амплуа. Лучше всяких слов говорит мой грим, мой вид весь, потому что сразу видно, что это отрицательный персонаж, очень властный, но без него ни одна сказка не обходится. Как мы понимаем, все равно добро побеждает. Всегда интересно поискать что-то новое. Мы тоже вот и в гриме, и в костюме, и особенно в работе над ролью поискали свой ключик, свои какие-то идеи воплотили, создали что-то свое. Как мы это видим? Пофантазировали на эту тему. Я, честно говоря, таких в себе красок еще не находила, не играла. В моем репертуаре нет вот такой вот. И вот только буквально в последней репетиции что-то стало как-то получаться, то, что режиссер хотел. Вот буквально вот на последних репетициях как-то вот нащупали, теперь будем дальше играть. Необычайно добрая сказка учит ценить дружбу, помогать в беде другим и верить в собственные силы. Новый в репертуаре театра спектакль на музыку Виктора Лебедева по сказке Лаймана Франка Баума поставила режиссер-постановщик Анастасия Мишакина. Ранее она ставила Маугли, новогодние музыкальные сказки, приключения в 39-м царстве, Золушка и еще одну премьеру этого года Айболит. Она у нас ставит много сказок и на сцене, на большой и на малой. Ну, новогодние сказки. Вот здесь у нас Маугли идет. И вы знаете, с ней очень удивительно просто работать и в то же время требовательно. Но это так и должно быть. Так и должно быть. Режиссер, ну, он на сцене царь и бог. Дирижер, режиссер, пока идет постановка, эти два человека, они, в принципе, управляют всем. И мы им подчиняемся, артисты должны подчиняться. Анастасия Викторовна, она вносит, еще раз повторю, много очень детского в нашей роли. Ну, в данном случае, если говорить об этом спектакле. Потому что наши герои должны тут же, выйдя на сцену, тут же, совершенно точно, сразу почувствовать контакт с детьми. Ну, без этого никак. То есть дети должны поверить, что мы тоже дети. А взрослым это очень тяжело. И артистам перестроиться тяжело. Потому что, ну, на сцене мы поем Гременых, рэнэ и так далее и тому подобное. То есть мы стараемся как-то, ну, страсти выдать. А здесь надо совершенно расслабиться и быть как дети. Будьте как дети. Знаете, там написано. Вот мы стараемся быть как дети. Режиссер нам очень в этом помогает. Художник Екатерина Ляхова создала на сцене яркое, по-настоящему сказочное зрелище. В спектакле много динамики. Заслуженному артисту России Александру Мусиенко танцевать, бегать и прыгать приходится в увесистом и очень теплом костюме царя зверей. В костюме работалось очень хорошо, потому что когда артист, актер одевает костюм, то совершенно, ну, как бы преображается. Удобно, неудобно, все равно ты становишься тем персонажем, который, ну, костюм которого ты одеваешь. Работа у нас такая. Вот. А на самом деле сказка очень интересная. Ее все знают. Ну, наверняка и взрослые дети, конечно же. Музыка интересная. Театр, мне кажется, сделал, ну, громадный скачок вперед, взяв именно эту. Потому что мы-то все знаем из мультика, помните, вот музыка, все взрослые это знают. А здесь другая совершенно музыка, совершенно другой подход к песне. Ну, короче говоря, это опера. Опера. И поэтому, с одной стороны, вроде бы звучит, ну, как-то по-взрослому, но с другой стороны, это детская опера. Артист поет все басовые партии, репертуара музыкального, часто играет негодяев и обманщиков. А вот волшебник изумрудного города исполняет сразу две роли в разных составах – трусливого льва и волшебника Оза. Кстати, маску, появляющуюся на экране, озвучивает тоже Александр Мусиенко. Он, в принципе, по большому счету, обманщик. Ну, в хорошем смысле слова, понятно. И он здесь признается, что да, он обманул всех, но обманул от чистого сердца. Поэтому, как бы, претензий больших к нему нет. Но в то же время, играть его так называемым вот героем, который очень хороший, сказочный, который все делает, тоже не очень хочется. Потому что, действительно, в каких-то местах он, ну, говорит неправду. Ни один гость театра не останется равнодушным после увиденного. Сфектакль «Волшебник изумрудного города» для взрослых – возвращение в детство. А для маленького зрителя – наглядный пример того, как доброе сердце может преодолеть все преграды на пути к своей мечте. Много очень беготни. Дети любят, когда на сцене все движется, передвигается, прыгает, бегает и все остальное. Ну, это и правильно, потому что, ну, ребенок не может сидеть и думать, размышлять о каких-то глубинных процессах. Поэтому бегать немного, с одной стороны, но это и приятно. Потому что, работая с детьми, из зала получаешь всегда, ну, положительный заряд. Если ты в зал послал положительный заряд, и дети это почувствовали, то обратно точно ты получишь в конце на аплодисментах вот тот заряд счастья, благодарности, который тебя заряжает на следующий спектакль. Даже если он через два часа после того, как ты, закончил и вроде бы без сил пришел в гримёрку. Ну, это и не важно. Одним из главных направлений работы Ростовского музыкального театра буквально с момента его открытия была работа с детьми. За 15 сезонов творческий коллектив поставил десятки зрелищных, восхитительных спектаклей для маленьких зрителей, балетов, музыкальных сказок и мюзиклов. Идеальные для семейного просмотра балеты на большой сцене – щелкунчик Петра Ильича Чайковского и спящая красавица. Свадьба в Провансе, в котором на радость детям на сцене появляется настоящий живой ослик. И потрясающий роскошными современными декорациями эффектный балет венгерских постановщиков «Белоснежка» и «Семь гномов». На камерной сцене идут всеми любимые сказки «Стойкий оловянный солдатик» Маугли и «День рождения кота Леопольда». Кроме того, ежемесячно проходят шесть абонементных театрализованных представления, благодаря которым дети знакомятся с азбукой музыкального искусства. Спектакли музыкального гастролируют по городам области и каждый раз собирают аншлаг. Спрос на детские спектакли растет, а с ним и репертуар театра. Совсем скоро в афише появятся новые названия. И новые герои поделятся за зрителем добром, счастьем и любовью. «Волшебник изумрудного города» – не последний подарок юным театралам в нынешнем году. Традиционно новую музыкальную сказку трупа театра подготовят к новогодним праздникам. Это будет мюзикл под названием «По щучьему велению» или «У Емеле Новый год». Ну а подробности в одном из наших следующих выпусков. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин